Первый наместник керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанко сегодня наведал Рэшицу. Центральной подзеей рабочей поездки стало наведывание акционерного товариства Рэшица Дреу и встреча с его коллективом. На предприемстве побывали и наши корреспонденты. Акционерное товариство Рэшица Дреу – предприемство из великой истории. Недавно тут отцветковали 115-годовый юбилей. Правда, подчас приезду первого наместника керавника администрации президента больше говорили не об минулым, а об сучасном и будущем. Згодно с указом керавника Державы, в 2014 году на Рэшице Древе открыли экспортно-ориентованную вытворчасть – дровня на стружковых плит. Неуапошнюю шаргу, дякую чиновой линьей, сегодня предприемство прасует рентабельно, что позволило предугледить в коллективном договоре широкий льгот для работников, а так само забеспечить среднюю зарплату на узровне тысяча рублей. А при шатах, значная увага надается подтримце молодых специалистов. Урештая, яны – будущее акционерного товариства. Для молодых специалистов очень хорошее условие. Они могут сегодня карьерный рост строить на ура. И могут стать и руководителями, и хорошими специалистами. Молодые специалисты к нам приходят, мы обеспечиваем их жильем. Значит, у нас имеется на сегодняшний день общежитие, такой социальный объект. Тема подтримки молодых специалистов, одночасовая, с максимальным выкрыстанием в опыту работников со значным стажем, еще раз уздымалася по часу встречи первого наместника-керунника администрации президента с працованным коллективом. С самого начала разговора Максим Рыженко подкресливая, закрытых для меркования тем быть не повинно. Ахова новокольного сяродзя и перспективы развития белорусской энергетики, ремонт дорог и развития социальной сферы. Еще одно питание тыжится перспективу працевладкования. Як знайсти працеванное место в умовах техничного прогресса и все больше широкого укоронения IT-технологий? Сегодня рабочий человек – это человек, который сидит за компьютером, он управляет этими кнопками, знает, какими, куда нажимать и так далее. У него определенная уже ответственность не просто там за какую-то втулочку или у вас за картонный лист, а за весь производственный цикл, который в это время идет. Он понимает эти процессы, туда простой человек не сядет с улицы, особенно еще у которого там вредные какие-то привычки или так далее. В отличие от того, как это было там 100-150 лет назад. Поэтому, во-первых, повышается качество этого трудового человека. А значит, и его достаток, его зарплата, и его, наверное, внутренняя самооценка. Сустрыше с прасовным коллективом акционерного товарыства «Рэджи Цедры» протягивалось больше, как полторы годины. За этот час присутные поспили обмерковать целый широкий вопросов и выказать свои меркования на конт-падеи, которые отбываются в громадстве. Первый наместник керевника администрации президента Максим Рыжанко подводит выники. Эту размову можно назвать корыстной для всех. Это один из элементов какой-то обратной связи власти с людьми, который, на мой взгляд, является очень важным. Президент об этом тоже говорит. Для себя, как человека, который большая часть работы проходит в Минске, в столице, считаю тоже очень важным проехаться по регионам, посмотреть, чем живут наши города, чем живут люди, которые здесь работают и проводят всю свою жизнь. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадиокампания «Гумель» из Рычицы.